Всем привет! Вот мы и подошли к самому страшному и всеми любимому прыжку под названием фронт луп. В этом видео я расскажу как правильно выполнять его и самое главное как бороться со страхом. В освоении этого трюка вам поможет сильный ветер. Также запомните чем меньше ваше оборудование тем легче будет выпрыгнуть и прокрутиться. Используйте чоп или волну чтобы без проблем набрать необходимую высоту прыжка. С ровной воды прокрутиться будет гораздо сложнее. Набираем максимальную скорость. Выбираем подходящую волну для прыжка. Она должна быть острой чтобы от нее было легко оторваться. За пару метров до волны отстегиваемся от трапеции и смещаем заднюю руку шире по гику. Одновременно отстегиваясь от трапеции встаем вертикально над доской и открываем парус отводя мачту чуть на ветер. В момент заезда на волну задней ногой вдавливаем корму воду так чтобы нос доски поднялся вверх. И надавливаем стопой задней ноги на подветренный борт доски чтобы доска начала уваливаться по ветру. В это же время переднюю ногу сгибаем чтобы не мешать подняться доске вверх. Гик поднимаем вверх над головой. Как только доска начала уваливаться по ветру начинаем вести парус мачтой вбок от доски продолжая толкаться задней ногой. Стараемся максимально вытянуть мачту вбок. Сильно закрывать парус при этом движении не нужно. Достаточно иметь немного тяги в парусе чтобы было легко манипулировать им. После того как парус ушел вбок доски закройте его и добавьте вращение тела. Для этого нужно сильно податься вместе с парусом вниз по ветру. Сделав половину оборота поверните голову назад и начните группироваться сгибая заднюю ногу и руку максимально близко к себе. Смотреть назад нужно для того чтобы увидеть место приземления и высоту на которой вы вращаетесь. Обычно это делают профессионалы чтобы не перекрутить элемент, но для начинающих это вовсе не обязательно. Перекрут вам точно не грозит, поэтому можно просто закрыть глаза. Можешь закрыть глаза? В сгруппированном положении вы просто ждете приземления. Если вы немного не докрутили и упали на спину, то постарайтесь вытянуть парус максимально вверх и вперед к носу доски. Вполне вероятно, что вас подхватит ветер и сразу вытащит на доску. Четко и правильно сделать фронт луп очень сложно. Чтобы остаться на скорости и не замочить спину у вас может потребоваться несколько лет. Но даже если вы сделали мокрый фронт луп, завершив его водным стартом, вы все равно большой молодец, поскольку отважились на это. Вся сложность элемента заключается в самом начале, поскольку при отрыве от волны много всего происходит за микросекунды. И чтобы вам было проще и менее страшно, советую начать изучение фронт лупа на минимальной скорости. Часть движений во фронт лупе очень напоминает форде винт слабый ветер, поэтому можно начать с упражнения уваливания доски и падения мачты в бок. Второе упражнение на глиссирование придавить заднюю ногу так, чтобы нос доски поднялся вверх и попробовать немного увалить доску по ветру. Третье упражнение на легком глиссировании совмещаем при поднимании носа доски и форде винта так, чтобы у вас уже начало немного вращать, как на элемент вумара. Главное, чтобы задняя нога не вылетала из петли при этих попытках. Постепенно повышайте скорость глиссирования и вращения на ваших попытках и в точном счете вас прокрутит полностью. Закрепите эти попытки и только после этого приступайте к выполнению фронт лупа на полной скорости. Если на скорости вас не будет прокручивать, то вернитесь к подготовительным упражнениям. И для вашей безопасности, чтобы защититься от гидроударов, используйте шлем и жилет. Удачи в освоении, хватит бояться, пора действовать. Пока!